Это день города в студии Кристины Бочкарёва. Здравствуйте! Главные темы дня. Ремонт дорог, дополнительные автобусы и благоустройство. На заседании правительства Павел Малков рассказал о том, что ждет рязанцев этой весной. Согласно прогнозам, уровень воды в Оке повысился на 44 сантиметра. Первый физиолог мира. В Горьковке открыли выставку, посвященную Ивану Павлову. Прошу пристальное внимание уделить всем памятным местам, мемориалы, памятники участникам Великой Отечественной, воинские захоронения, кладбища муниципальные. Все эти места нужно привести в порядок. Это первоочередная задача. С этого губернатор Павел Малков начал заседание правительства, речь на котором шла о ремонте дорог, обновлении общественного транспорта и площадках для выгула собак. Обновление общественного транспорта продолжается. Об этом заявил губернатор Рязанской области Павел Малков. Городу уже передали 11 новых автобусов, еще 17 поступят до конца апреля. Глава региона добавил, что их нужно как можно быстрее выпустить на линию. Жалоб от рязанцев хватает. Другой актуальный вопрос – ремонт дорог. Упор в этом году будет сделан на капитальный ремонт дорог, заявил губернатор. Ямочный ремонт на проблемных участках уже стартовал. Были запущены асфальтобетонные заводы в Шацке, Скопине и Рязани. Работали на трассах Рязань, Ряжск, Донков, Ефремов, Рязань, Пронскопин, Пехлец, Кораблино, Скопин, от автодороги Рязань, Пронскопин, Новомичуринск. Общий объем работ за период с 27 по 31 марта составил 1128 квадратных метров. 1 апреля, согласно плану, запущены еще 10 заводов, обеспечивая ямочным ремонтом полный охват региональных трасс. Основные направления – опорная сеть, школьные маршруты, аварийно-опасные участки, места планируемых праздничных шествий. Всего на территории области будет функционировать 18 заводов. Работа по ремонту въездных участков в регион продолжается. В прошлом году отремонтирован въезд со стороны Московской и Тульской областей. В этом работы предстоят на въездах с Липецкой и Тамбовской. Павел Молков обратил внимание, что на въездных участках вопрос не только в дорогах, но и в уборке, благоустройстве, освещении и так далее. Задача – благоустроить въезды в город. Другой вопрос по обращению из соцсетей содержания домашних животных. Если про превращение парка в туалет для собак Павел Молков высказался просто – это зависит от культуры людей, то на вопрос про площадки для выгула потребовался подробный ответ. В настоящее время в городе Рязани оборудованы площадки для выгула домашних собак на следующих общедоступных территориях. Их семь. В Центральном парке культуры и отдыха – первая территория, вторая – в парке имени Гагарина, в микрорайоне Привовский, в районе дома 19-9 по улице Советской армии, в районе торгового центра Ленты на Касимовском шоссе, в парке на улице Новаторов – это Копсомольский парк, в сквере у Дворца молодежи на улице 50-летия октября и в поселке Мехзавода. В этом году появятся еще четыре дополнительных площадки – у Черезовских прудов, в лесопарке, в Новопавловской роще и в сквере имени маршала Бирюзова. Ответили и на другое обращение соцсетей. Так, в целях обеспечения общественного контроля за строительством важного социального объекта, поликлиники клинической больницы номер 11, Минструю региона поручено регулярно публиковать актуальные отчеты о ходе строительства на официальном сайте и страницах ведомства в соцсетях. На правительстве обсудили вопросы половодья. Вода затопила уже 19-й по счету мост. В МЧС говорят, что половодье проходит согласно прогнозу. За сутки в черте города в Оке уровень воды повысился на 44 сантиметра. Сейчас он составляет 424 сантиметра относительно нулевой отметки гидрологического поста города Рязани. В регионе уже затоплено 19 низководных мостов, 5 через реку Пара, в трех случаях спланирована лодочная приправа, в двух других есть объездной путь, 2 моста через реку Хупту, в обоих случаях есть объездной путь, 4 через реку Проня, 2 через реку Ранова, еще 2 через Истью и по одному через Вожу, Мостью, Малую Мостью и Тырницу. Помимо этого подтоплено 6 участков дорог. Сегодня в рейс уже выехал плавающий пассажирский транспортер. Он перевозит жителей сел Заокское и Коростово. Напомним, транспортер поступил в Рязань из Тульского спасательного центра МЧС. ПТС-ПС, а именно так называется транспорт, способен перевозить одновременно до 40 человек. При передвижении по воде его грузоподъемность 6 тонн, при перевозке по суше 8. Отрезано 9 населенных пунктов с населением 139 человек, из них 5 детей. Открыто 7 лодочных переправ. Жизнеобеспечение населения не нарушено. Организована работа пожарно-спасательных формирований, полиции и других служб. По прогнозам, уровень воды будет выше, чем в прошлом году. Если в 23-м максимальный уровень был 590, то сейчас ожидается от 620 и выше. В мэрии рассказали, когда в Рязани отключат отопление. По данным пресс-службы, для этого средняя температура воздуха плюс 8 градусов должна продержаться как минимум 5 суток. Такую погоду синоптики прогнозируют лишь на третью декаду этого месяца. В настоящий момент документа об окончании отопительного сезона нет, говорят в администрации. Однако рязанцы уже жалуются на горячие трубы отопления. Напомним, в прошлом году отопительный сезон завершился в 20-х числах апреля. Двум жителям Рязанской области предъявлено обвинение в убийстве и пособничестве в убийстве 54-летней местной жительницы. Все произошло летом 2023 года. Подробности уголовного дела в нашем следующем материале. Ему 40 с небольшим, ей за 50. Сам же конфликт произошел на почве ревности, говорят следователи. Следствием установлено, что в начале июля 2023 года в селе Лакаш Спасского района между сожителями, находившимися в состоянии алкогольного опьянения, произошел конфликт на почве ревности, в ходе которого мужчина попытался задушить женщину, а затем попросил знакомой, в чем доме они находились, принести какой-нибудь тяжелый предмет. Мужчине принесли кувалду. Ею он и нанес своей сожительнице несколько ударов по голове. От полученных повреждений женщина скончалась. Следователи рассказали, что мужчина и хозяйка дома от тела избавились вместе. Первой тревогу забила сестра погибшей. Осенью того же года она обратилась в полицию. Говорит, родственница не выходит на связь. Сожитель тогда заявил, что летом они якобы расстались и теперь местонахождение пропавшей ему неизвестно. Уже тогда следователи возбудили уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного частью первой статьи 105 Уголовного кодекса Российской Федерации. Это убийство. И в ходе следственно-оперативной работы обстоятельства исчезновения женщины стали известны. Сожитель потерпевший, житель города Рязани 1982 года рождения и его знакомые, жительницы Спасского района 1978 года рождения, задержаны и на основании ходатайства следователя заключены под стражу. От них получены признательные показания. Мужчине предъявлено обвинение в убийстве, женщине в пособничестве убийству. По уголовному делу продолжается проведение процессуальных действий, направленных на сбор и закрепления доказательственной базы. В библиотеке имени Горького презентовали новую выставку. Проект Иван Петрович Павлов, первый физиолог мира, приурочили сразу к двум юбилеям ученого. 175 лет со дня рождения великого физиолога и 120 лет с присуждения ему Нобелевской премии. Выставочный проект сразу к двум датам организовали сотрудники медуниверситета имени Павлова, музея усадьбы ученого и библиотеки имени Горького. Сама экспозиция представляет собой награды и труды физиолога, редкие фотодокументы, а также отрывки документальных фильмов с участием самого Ивана Петровича Павлова. Полностью отражен Иван Петрович Павлов. Ну и вообще под таким названием Павлов в духовной стать России. Это ведь был большой ученый, большой учитель, большой человек. И в общем-то он всегда думал о том, чем жила, о чем думала и на что надеялась его Россия. То есть Павлов человек с большим гражданским сердцем. Первый физиолог мира, так окрестили Ивана Павлова коллеги на одном из международных съездов. Известный на всю Россию и далеко за рубежом еще при жизни ученый был бесстрашным экспериментатором, чья работа в области пищеварительных процессов до сих пор составляет теоретическую основу физиологии, а его труды используют для исследования неврологии, психологии и других дисциплин. Значение и масштаб личности Ивана Петровича Павлова были поняты и оценены еще при его жизни. Уже к 1890 году труды ученого были признаны во всем мире. Ни один из русских ученых того времени не получил такой известности за рубежом. Это звезда, которая освещает мир, прогревает свет на еще неизведанные пути, говорил о нем Геопер Томас. Павлова называли романтической, почти легендарной личностью, гражданином мира. Сам Иван Павлов видел будущее России за молодежью. Именно поэтому в своем послании молодому поколению он призывал ученых быть последовательными и пытливыми, скромными и страстными во всем, что касается науки. Выставочный проект Иван Петрович Павлов, первый физиолог мира, можно посетить до 26 апреля в библиотеке имени Горького. Кристина Бочкарева, Михаил Лазуткин, телекомпания «Город». Спонсор программы «День города» – выставка продажи «Икра и рыба Камчатская». Морепродукты с Дальнего Востока можно купить прямо в Рязани. В музейном центре Рязанского Кремля открылась новая выставка. Экспозиция художника Владимира Кузнецкого приурочена к 215-летию со дня рождения Николая Васильевича Гоголя. Каких ярких героев из произведений автора «Мистика» можно встретить на выставке – расскажем в сюжете далее. Тарас Бульба, Паночка, Манилов и Собакевич. Узнаваемые образы гоголевских персонажей в работах Владимира Кузнецкого отражают характер героев и даже их социальное положение. Помимо графических листов на выставке представлены бронзовые барельефы и скульптуры. Вообще проект «Внешний смех и тайный плач» изначально был вдохновлен художником Петром Баклевским. Будучи уроженцем села Елшина, Рязанской губернии, именно он создал знаменитые графические образы героев «Мертвых душ» и «Ревизора». Наше обтечение с Владимиром Михайловичем как раз состоялось благодаря Петру Михайловичу Баклевскому. Были юбилейные даты, посвященные Баклевскому. Было обсуждение того, как должно звучать это имя на Рязанской земле. Были идеи о будущем памятники. Они звучат и сегодня. И замечательно, что сегодня член Союза художников Москвы, человек, который прошел очень большой путь и представляет плоды своего творчества. Мостик из 19-го в 21-й век. Так окрестили выставку сотрудники музея-заповедника. И действительно, несмотря на то, что работы выполнены нашим современником, мастер использовал традиции гоголевского времени. Гоголь – это человек космического полета. И я думаю, что он в этом отношении мучает не только те, кто проживает на родине его, в России. Он мучает весь мир, по сути дела. Мы знаем, что он переведен практически на почти все ведущие языки мира. И его полеты, они, в общем-то, не ограничились Россией. Он постоянно как бы путешествовал. Италия, Франция, Германия, во всех странах он оставлял после себя шлейф. Половину своей жизни Николай Гоголь провел в путешествиях и поездках, оставив свой след в каждом из городов, который посетил. И даже спустя два века проблемы, которые писатель затрагивал в своих произведениях, остаются важными и злободневными. Именно поэтому современные авторы порой делают их центральной темой своих работ. Кристина Бочкарева, Михаил Лазуткин, телекомпания «Город». На этом у меня все. Еще больше новостей на сайте город62.tv и на наших страничках в соцсетях. Всего доброго! Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова